Приветствую тебя, эксперт. Вот, наконец-то, ты со своей командой приезжаешь на чемпионат, и тут тебе вдруг подсовывают какие-то непонятные бумаги. Что же с ними делать? Как проверять? Меня зовут Ян, и я тебе сегодня об этом расскажу. Основная задача линейного эксперта — это оценка выполнения заданий других команд, то есть не своей. Свою судить запрещено. Конечно же, все подробности и правила вам расскажет главный эксперт, который отвечает за проведение данного чемпионата, на который вы приехали. И чтобы упростить процесс взаимопонимания между вами и главным экспертом, я хочу вам рассказать о том, что желательно знать перед тем, как вы едете на региональный чемпионат. Во-первых, существует регламент чемпионата в двух томах — А и Б. Том А содержит информацию о планировании чемпионата, а том Б — о его проведении. Будет очень хорошо, если оба этих тома вы изучите. Актуальные их версии на 2021 год, ну, ныне уже почти что 2022, я закреплю под этим роликом на Патреоне. Подробнее я хочу остановиться с вами на томе Б, а именно на странице 12, ведь как раз-таки с нее начинается информация о том, как нужно проверять конкурсное задание. А там, конечно же, и про бумажки эти странные поговорим. Перед началом самих соревнований главный эксперт распределит вас, линейных экспертов, кто за что будет отвечать. Помимо оценки там есть еще несколько обязанностей, но о них вы уже узнаете от самого главного эксперта. Например, есть такие роли, как эксперт, отвечающий за время, либо же эксперт, отвечающий за общение с прессой. Есть и другие. Ни в коем случае не стоит переживать, если главный эксперт назначит на вас несколько ролей. В этом нет ничего страшного. И все они достаточно простые. Ну, кроме роли общения с прессой, некоторые эксперты — интроверты. Но основная ваша роль — это, конечно же, судейство. Напоминаю, что свою команду вы судить не можете. Я думаю, вы уже слышали о том, что в конкурсном задании есть модули и задания, на которые подразделяются эти модули. Так вот, если вы начнете читать регламент чемпионата, вы наткнетесь на такие слова, как критерии, субкритерии и аспекты. Поначалу в этих понятиях очень просто запутаться. Но я вам, конечно же, сейчас все объясню. Модули под буквами А, Б, Ц и так далее — это критерии. То есть это одна большая часть. Задания, на которые подразделяются эти модули, — это субкритерии. То есть модуль А может содержать задание 1, задание 2, задание 3. Критерий делится на субкритерии. А каждый критерий, в свою очередь, делится на аспекты. Аспекты — это маленькие пункты проверки каждого из заданий. И именно они у вас находятся здесь. Их может быть много. Ну, у меня здесь для примера просто всего два. Давайте повторим еще раз. Модули — это критерии. Задания, на которые они подразделяются, — это субкритерии. Их может быть несколько. 1, 2 или 3, например. А каждый субкритерий делится на аспекты. Но участники их не видят. Их видите только вы во время проверки задания. Теперь насчет оценки. Ее существует два вида. Это судейская и объективная. На этих двух бланках это хорошо видно. Здесь написано «judgment судейская». Ну и, соответственно, объективная. Даже читать по-английски не надо. По порядку распечатывания оценочных ведомостей объективные идут перед судейскими. Но предпочтительно, чтобы вы оценивали первым делом именно судейские. А теперь разберемся почему. Проще говоря, судейская оценка — это ваше личное восприятие того, как поработали участники. На самих оценочных ведомостях мы можем увидеть следующее. Это название аспекта и количество баллов, которые мы максимум за него можем получить. Именно по этим четырем пунктам вы должны понять, какую вы ставите оценку данной команде. Во время выполнения задания командами вы должны следить за тем, как они, собственно, его выполняют. И уже исходя из своего мнения, насколько вам показалось, они работали хорошо, либо же плохо, вы ставите здесь нужную оценку. Понять, какую вам ставить оценку, достаточно просто. Ноль мы ставим, если исполнение не соответствует отраслевому стандарту. Один ставим, если исполнение соответствует данному стандарту. Два, если исполнение соответствует стандарту и в некоторых отношениях превосходит его. Ну и три мы ставим... Только в том случае, если сам бог озарил работу вашего участника, прямо как сейчас он озаряет меня. Не, серьезно, а можно как-то без этого? Я тут вообще-то работаю. Я сейчас серьезно, оценку три вообще никогда не ставят. Да даже и два очень редко когда ставят. Ведь так уж сложилось, что задание WorldSkills всегда идеализировано. И мало того, что выполнить его на 100% достаточно сложно. Так что же уж тут говорить о превышении отраслевых стандартов. Но, знаете, изредка бывают и исключения, и один раз я такое видел. Боженька там, конечно, не появлялся, но... Все эксперты сказали, вау. Но тогда тройки все равно не ставили, поставили двойки. В этой самой ведомости трое судей, а именно столько, должны принимать участие в оценке каждого из субкритериев. Должны проставить те оценки, которые они считают нужными. То есть 0, 1, 2 или 3. Но стоит учесть, что договариваться между собой ни в коем случае нельзя. Оценка должна быть лично от вас. А также расхождение между оценками всех трех судей не должно превышать одного балла. То есть, если один из вас поставил 1, другой поставил 0, а третий поставил вдруг 2, то это никуда не годится. В таком случае сразу понятно, что кто-то из вас явно не объективен и судит нечестно. А значит, ваш судейский отряд расформируют и назначат новый. Самый простой способ провести данный тип оценки, это если главный эксперт раздаст вам всем карточки с номерами 0, 1, 2 и 3. Вы подготовите свою карточку, положите ее на стол. И когда каждый из судей положит свою карточку на стол вниз лицом, карточки вскрываются и сразу же становится понятно, кто сколько поставил. Дальше данные согласно карточкам заносятся вот в эти окошечки. Допустим, все поставили 1, 1. Значит, мы сюда пишем 1, 1 и 1. Также желательно, чтобы один из экспертов отвечал за заполнение сих ведомостей, чтобы почерк был везде примерно одинаковый. По окончании заполнения каждого листа ведомости необходимо, чтобы все три эксперта расписались внизу. Можно это сделать вот здесь, можно сделать чуть ниже. Теперь давайте перейдем к объективным оценкам. Каждый лист объективных оценок содержит какое-то количество аспектов. В моем случае напомню, что их всего два. Потому что это пример. За каждый аспект в колонке справа мы ставим оценку «да» или «нет». Все аспекты объективной оценки всегда должны быть сформулированы таким образом, что вы можете ответить либо «да», либо «нет». Тут не может быть ничего другого. Например, задание 1 выполнено, да, нет. Не хочу вас ввести в заблуждение тем, что написал в аспекте «задание номер 1 выполнено». Насколько вы помните, как я говорил ранее, задание — это субкритерии. И если посмотреть вот сюда, мы увидим как раз-таки название самого субкритерия. Здесь даже написано «субкритерий». Аспектами может быть все что угодно. Например, блюдо приготовлено при температуре 30 градусов, или водитель заехал на КамАЗе в ангар. То есть все что угодно. Да, нет. В соответствии с тем, как выполнялось задание, вы пишете либо «да», либо «нет» в этой графе. Есть еще один такой небольшой момент. У нас объективные оценки делятся на бинарные и дискретные. Конечно, не во всех компетенциях есть дискретные, но знать о них полезно. Бинарные — это те, за которые мы ставим либо «да», либо «нет». Все просто. А дискретные — это те, в которых по определенной шкале за каждое отклонение от этой шкалы вычитается какое-то определенное количество баллов. То есть, допустим, данная штука должна была выполнена быть правильно 5 раз. И участник выполнил ее правильно 3 раза. Значит, за неправильные 2 раза баллы вычитаются. Вообще, раньше у нас были измеримые оценки. Например, расстояние между двумя точками должно соответствовать, допустим, 8 метрам. Это расстояние нужно было померить и вписать его в ведомость. Сейчас такого нету, так что можете не париться. Поэтому дискретные оценки — это некое перевоплощение измеримых оценок, существовавших ранее. Ну и не забудьте, что после оценивания всех аспектов каждого субкритерия и каждого критерия вы должны в количестве трех человек поставить здесь свои подписи, ну и, соответственно, фамилию, имя, отчество написать. Помните, как я говорил, что три эксперта отвечают за оценку каждого субкритерия? В зависимости от количества субкритериев эксперты могут меняться. То есть не обязательно, что какие-то данные три эксперта будут оценивать абсолютно все субкритерии, либо же полностью критерии. Они могут меняться между собой вполне себе нормально, в том числе и вот так, и вот так, и вот так, и по-всякому. На пальцах понятие всегда проще. По сути, экспертная группа при оценивании каждого из субкритериев состоит не из трех, а из четырех человек. Потому что должен быть один человек, который подменяет каждого из экспертов, когда дело доходит именно до его команды. То есть мы, например, пришли оценивать его команду, он уходит, и приходит вот этот четвертый. И их становится все равно три. Потом он снова уходит, когда дело доходит до команды, допустим, вот этого эксперта, он уходит, и приходит вот этот. Их снова три. Теперь давайте поговорим немножко о самих ведомостях. Здесь сверху мы можем узнать о том, какому типу оценки преднадлежит данная ведомость. Ниже у нас написано, где проходит наш чемпионат. Далее идут номер компетенции, название самой компетенции, фамилия, имя, отчество участников или одного участника, в зависимости от того, команда у вас из нескольких человек или из одного. Далее идет название субкритерия. Напоминаю, что это задание, на которое делятся полностью критерии, а именно модули. Ниже идет дата и время, когда была заблокирована схема оценки. Что такое схема оценки? Это та схема, благодаря которой вам будет понятно, за какой аспект сколько баллов получит каждая команда при, естественно, его выполнении. Вместе с главным экспертом перед началом чемпионата вы, естественно, ознакомитесь со схемой блокировки оценок и будете расписываться за то, что он эту схему заблокировал. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вы точно знали, что никто схему оценок не поменяет и никто нигде не как-нибудь там нашелудит. Вот какое слово интересное. Позже, когда главный эксперт заберет все ваши ведомости, которые вы проверили вручную, все вот это заполнили, как я вам сейчас показал, он распечатает те же самые ведомости, но только в них оценки будут выставлены уже системой SIS в соответствии с тем, что вы поставили да-нет, либо же количество баллов в джаджменте. Давайте посмотрим на этом примере. Вот рукописная ведомость, которую заполняли эксперты. А вот ведомость, которую получает главный эксперт из системы SIS. Как видите, в соответствии с тем, что вы написали здесь, система SIS выставляет оценки здесь. Но что делать, если либо главный эксперт ошибся, внеся в систему SIS оценки, либо вы ошиблись, когда выполняли проверку? Если это ошибка главного эксперта, то вы, естественно, ему об этом говорите. Все-таки главный эксперт тоже может ошибаться. И он исправляет оценку в системе SIS, затем перепечатывает ведомость и отдает ее вам снова на проверку. Вы, как линейный эксперт, получите на проверку ведомости своей команды. То есть заполненную вручную и полученную из системы SIS. И вам нужно будет их две сравнить, правильно ли были вынесены все оценки. Ну а если же ошибку допустили вы, и вместо нет нужно поставить да, то вы зачеркиваете ответ, пишете правильный и все втроем расписываетесь рядом. После того, как вы убедились, что оценки вашей команды выставлены верно в соответствии с тем, как проверили эксперты, другие, не вы, вы свою команду не проверяете. Единственное, что вы можете, это поспорить с тем, как оценили вашу команду. Ну и, соответственно, подать жалобу, если вам что-то не нравится. Я не буду заострять внимание на данной проблеме. О ней вам с радостью расскажет главный эксперт, отвечающий за чемпионат, на который вы приехали. Чуть не забыл. Помните, я говорил про время? Вот это. Блокировки оценок. Оно должно совпадать с тем, которое написано в протоколе о блокировке оценок. Если оно не совпадает, значит главный эксперт что-то хитрит. Ай-яй-яй. Это время и дата должны совпадать с протоколом. Проверяйте. Если вы проверили все ведомости и все с ними в порядке, ваша задача на той ведомости, которую вам вручил главный эксперт из СИСа, везде, снизу, на каждой странице поставить свою подпись. Недавно я еще увидел такой небольшой момент, как поправочку что ли, что в некоторых регионах, неожиданно для меня это было, оценки, которые распечатаны из системы СИС, вручную переносятся вот сюда. На моих чемпионатах такого ни разу не было, но вот как мне рассказала одна из коллег, у них такое делается. Но тут уж смотрите в зависимости от того, что говорят вам ваши РКЦ и менеджер компетенции. Во время чемпионата может случиться всякое, но, пожалуйста, ведите себя прилично, общайтесь культурно и не нарушайте правила. А главное, прочитайте кодекс этики. Я, наверное, его тоже вместе с регламентом закреплю под роликом на Патреоне. И самое главное, эксперт, не переживайте. Перед началом чемпионата вам все покажут, всему научат и все объяснят. Все будет хорошо. До встречи.